Добрый вечер. Эфир телеканала «Россия-24» продолжает вести Ульяновского региона. С вами Елена Гончарова. И вначале коротко о главном. Зажигать надо умеючи. В преддверии праздников ульяновские спасатели провели профилактический рейд. В центре внимания – точки продажи фиротехники. Как привить любовь к профессии? В Ульяновске прошел пятый съезд лучших педагогов-наставников. Об опыте и связи поколений расскажет Дарья Цибина. Как трансформировать музей, если ему 100 лет? Вековой юбилей отметил дом, где жил Ленин. О мемориальном центре в новой реальности расскажем в выпуске. Петарды, бенгальские огни и фейерверки – ходовой предновогодний товар, требующий особого отношения. Ежегодно в праздничную пору фиксируются несчастные случаи во время запуска салюта. Зачастую из-за некачественно подобранного товара. Как не ошибиться с выбором огненной забавы, расскажет Маргарита Матюшинская. Краски для неба на любой вкус для художников-любителей. В Ульяновске специализированных магазинах пиротехники насчитывается около 35. И все они в преддверии новогодних праздников будут востребованы среди желающих зажечь. Зажигать во всех смыслах надо умеющим. В случае с салютом выбираем только магазины, никаких рыночных прилавков. И обязательно перед покупкой проверяем товар, особое внимание обращая на срок годности и упаковку. На каждый салют идет сертификат. Проверяем сначала первую очередь сроки годности. Показываем сертификат. Есть колокнушек серокопия, мы снимаем копию, пожалуйста, предоставляем. Есть сертификаты на каждый салют, есть отдельный сертификат. Причем мы еще выдаем инструкцию. Помимо того, что мы еще объясняем, как пользоваться запускать и устанавливать, мы выдаем инструкцию по установке и сколько метров надо отходить от салюта. При выборе пиротехники брать коробку запрещено. Все из рук продавца. Сотрудники МЧС также вправе осмотреть чуть ли не каждый товар во время проверки или профилактического визита. Как этот, например. Все сертификаты на стол, а винтушитель – в угол, как и положено. Должна быть обеспечена сохранность пиротехнических изделий, исключение попадания на них прямых солнечных лучей, а также атмосферных осадков. Помещение для продажи пиротехнической продукции должно быть оборудовано системами пожарной сигнализации. В этом магазине все по правилам и сами продавцы дело знают. Теорию спасатели также проверяют во время визита. Пока видимого спроса на фейерверки у ульяновцев нет, но в последние дни декабря полки однозначно начнут оскудевать, говорят эксперты. Поэтому важно заранее предупредить о безопасности. Маргарита Матюшинская, Дамир Кубеев, Вести, Ульяновск. В год педагога в регионе провели пятый съезд наставников Ульяновской области, где специалисты делились опытом и практиками работы с молодыми коллегами. О роли опытных в становлении молодых учителей расскажет Дарья Цибина. Поддержка и помощь в развитии профессиональных навыков – важный этап на пути становления молодых педагогов. Зачастую им не хватает практических знаний в начале педагогической деятельности. На помощь приходят наставники. Когда-то, будучи таким же неопытным специалистом, Юлия Зиновьева пришла работать в школу, как отмечает, по призванию. И на раскрытие ее педагогического потенциала повлияли старшие коллеги. А теперь и сама Юлия Александровна идет по пути наставничества. Приходят новые молодые специалисты. И хочется, конечно, им привить любовь к профессии, к тому, чтобы не уходили из школы, чтобы они тоже становились высококлассными преподавателями. А как это можно показать только на своем примере. Под ее крылом четыре новоспеченных учителя. Юлия делится с ними своим опытом, мудростью и глубокими знаниями. Помогает им разбираться в методах и подходах обучения. Я к ней всегда могу обратиться. Мы с ней можем обсудить любые мероприятия. За этот год у нас с ней было очень много разных акций и открытых уроков. Она делится не только как педагог, не только как методист, но и также как человек, который направляет меня в моем классном руководстве, а также в моем личностном и профессиональном росте. Юлия Зиновьева и другие педагоги приняли участие в пятом съезде наставников. Сегодня в регионе такую шефскую, скажем, деятельность ведут 55 педагогов. На мероприятии профессионалы обсуждали вопросы по развитию региональной системы наставничества и делились своими наработанными практиками. У нас в Ульяновской области это один из немногих регионов, где создано ядро наставничества. Этому как раз способствовало принятие в 2020 году закона. Мы на три года опередили Российскую Федерацию. Это позволило нам саккумулировать в едином ресурсе тех лиц, тех педагогов, которые действительно умеют работать. Роль педагогов-наставников в преодолении подводных камней профессии для молодых специалистов очень важна. Опытные коллеги – это компас, благодаря которому можно сориентироваться в преподавательском пространстве и не просто остаться в профессии, а полюбить ее по-настоящему. Дарья Цибина, Юрий Давыдов, Михаил Державин. Вести. Ульяновск. Интерактивная школа для молодых педагогов. В стенах Ульяновской гимназии номер 34 провели очередной этап региональной обучающей акции для молодых педагогов, в ходе которой опытные специалисты делятся с начинающими учителями своими знаниями в той или иной сфере. В прошлом месяце, например, обсуждалась тема аттестации учителей, а в ближайших планах разговор об образовательных технологиях. Подали заявки 19 молодых педагогов из разных районов, из разных муниципалитетов нашей области. Сегодня они здесь, и мы очень рады тому, что это не программа сверху, по которой по приказу ребята пошли, как на многие семинары ходят, а именно их личное желание узнать что-то новое. Ожидала меньше вот этой профессии, а получила больше, потому что видеть взгляды детей, своих детей, сейчас уже я выпускаю в этом году четвероклассников, выпускной у нас будет, видеть их взгляды, видеть, как они на меня смотрят. В декабре педагоги говорили о воспитательной работе. Тема взаимодействия поколения, ученика и учителя, построение доверительных отношений стара как мир. И успех, в первую очередь, зависит от работы педагога. Это же конфликт отцов и детей, и он в русской литературе прописан. Он всегда был. Учителя все равно больше относятся к позиции отцов по своей должности, по своему возрасту. Самое главное счастье-то в чем? В том, чтобы меня понимали. Мне кажется, это остается на все века. Обучающие мероприятия для молодых педагогов, а к этой категории относятся те, кто проработал не более пяти лет, расписаны вплоть до лета. И даже на каникулах запланировано проведение мероприятий, включая выезд в один из лагерей отдыха, а также практические занятия со школьниками. Дому-музею Ленина сто лет. В день векового юбилея в Ульяновск прибыла делегация представителей музейного сообщества из различных регионов России. На межрегиональной научно-практической конференции «Мемориальные музеи в новой реальности. Актуальные тенденции модернизации» эксперты обсудили новейшие технологии и современные трансформации мемориальных музеев. На память о юбилее провели церемонию гашения конверта, выпущенного к знаковому событию. Мы сделали на этом конверте красную напечатку столетия дома-музея Ленина. Сейчас мы распишемся, и на память останутся вот эти сувениры. А также погасим специальным штемпелем, который введен у нас к 150-летию со дня рождения Владимира Ленина под названием «Ульяновск. Родина Владимира Ильича Ленина». В выставочном зале дома-музея начала работу выставка «Гимназисты Ульяновы» – партнерский проект Ленинского мемориала, заповедника «Горки-Ленинские», Российского государственного архива социально-политической истории, архивов Астраханской области и Республики Татарстан. Здесь представлено свыше 250 экспонатов, подлинные экспонаты, связанные с обучением в гимназиях членов семьи Ульяновых, начиная с Ильи Николаевича Ульянова и заканчивая младшей дочерью Марией. Это наградные книги, похвальные листы, а также медали, полученные Ильей Николаевичем, Анной, Владимиром и Ольгой Ульяновыми по окончании гимназий. А также на выставке экспонируются учебники, по которым учились гимназисты и предметы гимназического быта. Интересен и сам дом на Московской, где работает выставка. Он был местом счастливых школьных лет для большинства из Ульяновых. Сама усадьба создает атмосферу для экспозиции и показывает пример жизни гимназиста после занятий. Посетить выставку можно до 20 февраля, в том числе и по Пушкинской карте. Главное не победа, а участие. Олимпийский принцип, наверное, как нигде актуален на инклюзивных спортивных играх. В этих, на первый взгляд, вполне обычных, веселых стартах приняли участие дети с особенностями развития. Для них разработали специальную программу, которая позволяет таким ребятам раскрыть себя и почувствовать уверенность, что очень важно для адаптации в обществе. На самом деле показать ребенку свои способности очень сложно. Но когда ему позволяют в хорошей атмосфере, когда есть условия, когда есть поддержка, когда мы его не ограничиваем в тех способностях, которые есть. Ну и веселые эстафеты, которые позволяют ему показать, что он может. Состязание провели в стенах социально-педагогического колледжа в Засвияжском районе. И это не случайно. Для студентов, которые помогают в организации конкурсов, это хорошая практика, которая пригодится в будущей работе. А потому в этом учебном заведении рады гостям из школ и интернатов во время таких соревнований. Работать с такими детьми требует специфики. И в ходе обучения наши студенты, они знают все азы, все методики приема работы с такими детьми. Думаю, что сейчас на нашем празднике присутствует выпускница, которая в прошлом году закончила наш колледж. И она сегодня привела своих воспитанников. Программа, рассчитанная на проведение соревнований для особенных детей, была разработана 25 лет назад. В нынешнем году в состязаниях, которые назвали «Возьмемся за руки, друзья», участвовали команды из шести школ и интернатов. Сразу после нашего выпуска смотрите программу «Арт-студия» с Викторией Дроновой. Речь пойдет об итогах конкурса «Казачий курень». И на этом наш выпуск завершен. Я желаю вам доброго вечера. Оставайтесь на канале «Россия». ГТРК «Волга» объявляет новый конкурс. Поздравь Россию с Новым Годом! Запишите видео на смартфон и отправьте ваш ролик нам. Авторы самых популярных видеороликов получат призы от нашей телерадиокомпании. Все подробности на сайте. ГТРК-дефис.волга.ру Партнеры конкурса. Академия Речи Шутовой и клиника лазерной хирургии «Варикоза.нет». В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, ночью слабый до умеренного, днем умеренный. Температура воздуха ночью по области минус 12, минус 17. В Ульяновске от 13 до 15 ниже нуля. Завтра днем по области минус 8, минус 13. В Ульяновске от 9 до 11 градусов мороза. На отдельных участках дорог – гололедица. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова